Среди компаний, приобретающих или даже уже приобревших популярность в сфере видеорегистратора строения, можно отметить компанию Xiaomi и связанные с ней бренды. Например, такой бренд, как 70mei или мои, принято относить к дочернему предприятию Xiaomi. Но также существует и альтернативное мнение, что это абсолютно отдельная компания. И, кстати, нам будет интересно узнать ваше мнение, обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Но в любом случае устройство от бренда 70mei у нас на обзоре уже второй раз. Это устройство Smart Dashcam Pro и к его сильным сторонам можно отнести новую матрицу Sony IMX335 и разрешение видео 2592х1944. Но столь высокое разрешение можно больше отнести к маркетинговым уловкам и попытке производителя указать разрешение больше, чем у конкурентов. При таком разрешении соотношение сторон будет 4 к 3, и картинка не совсем соответствует современным форматам видео. Для переформатирования эту картинку придется немножко подрезать сверху и снизу, и это уже получится разрешение поменьше. Или просто выбрать в меню разрешение поменьше 2560х1440. От этого детализация не ухудшится, а лишь обрежется картинка сверху и снизу. Помимо 5-мегапиксельной камеры Sony IMX335 также хочется отметить двухъядерный процессор. И, в принципе, он здесь нужен, так как устройство поддерживает подключение GPS-модуля и имеет функции безопасности дорожного движения ADAS. К сожалению, функции ADAS без GPS-модуля не работают, а GPS-модуль не входит в комплект поставки. Его придется приобретать отдельно. Для подключения GPS-модуля на устройстве даже предусмотрена специальная контактная группа. Без GPS-модуля эта контактная группа абсолютно не функциональна. Но способ крепления как с GPS-модулем, так и без него предусматривается один и тот же. С помощью вот такого быстросъемного механизма на специальную площадку. Помимо монтажной площадки в комплект поставки входят еще две монтажных, так сказать, наклейки. Наклейка клеится на ветровое стекло, а затем уже на саму наклейку с помощью двухстороннего скотча клеится монтажная площадка с быстросъемным механизмом. И на площадку устанавливается видеорегистратор. Адаптер подключения питания в прикуриватель имеет два USB-разъема. Мне это очень нравится. Один разъем имеет ток заряда 1 А, второй 2,4 А. К нему идет кабель питания длиной 3,5 метра и специальный пластиковый инструмент для того, чтобы заправить кабель питания под обшивку салона. В общем комплекте поставки есть все, что может понадобиться для установки и эксплуатации видеорегистратора, кроме карты памяти. Ее, естественно, придется приобретать отдельно. И 70 Mei Smart Dash Cam Pro поддерживает карты microSD объемом до 64 ГБ. Форм-фактор у данного устройства не новый и, я даже сказал бы, хорошо забытый старый. Что-то подобное мы уже видели буквально в прошлом обзоре с видеорегистратором Alpine. Это такая себе маскировка под датчик дождя или света. Но, тем не менее, в последнее время устройства с таким форм-фактором начинают приобретать популярность. Несмотря на необычный или нетипичный для видеорегистратора дизайн, данное устройство очень хорошо вписывается в автомобили. Снаружи он практически незаметен и то же самое касается вида изнутри. В принципе, видеорегистратор полностью закрывает зеркало заднего вида и он не бросается в глаза. В этом также есть и небольшой минус. Дисплей в данном случае остается полностью ненужным и закрытым. Но, тем не менее, он здесь есть. И если нужно что-то посмотреть на дисплей, то приходится заглядывать под зеркало. Для того, чтобы включить дисплей, можно воспользоваться голосовыми командами. Они, к сожалению, на английском языке. Turn on screen. Дисплей включился и turn off screen. Иногда включение-выключение срабатывает со второго раза. То же самое касается и других голосовых команд. Например, take a picture. Take a picture. Эта функция позволяет сфотографировать чей-то автомобиль или номерной знак, не отрывая рук от управления транспортным средством. На мой взгляд, это очень удобно, так как в аналогичных видеорегистраторах, для того, чтобы сделать экстренный снимок, нужно помнить, где находится соответствующая кнопка. В экстренной ситуации сделать это очень сложно. В данном случае достаточно сказать два слова и фотография сделана. Также можно сделать экстренное видео. Record video. Record video. Start recording emergency video. Приходится говорить с каким-то акцентом на плохом английском, так как по-другому видеорегистратор не всегда понимает, что нужно сделать. В принципе, это четыре основных голосовых команды, которыми можно пользоваться при управлении транспортным средством. Фотоснимок и запись экстренного видео также продублированы кнопками, которые находятся в нижней части видеорегистратора под дисплеем. Здесь есть кнопка recording complete. экстренной записи, отключение, выключение микрофона, галерея и настройки. При входе в галерею останавливается запись. Здесь можно увидеть аварийные файлы, фото и видеосъемку. В настройках видеорегистратора меню на английском языке. В принципе, здесь нет никаких излишеств. Все стандартно и привычно. Более расширенные настройки можно увидеть уже в приложении. Для того, чтобы воспользоваться приложением и Wi-Fi соединением, нужно включить Wi-Fi модуль и установить специальное приложение на мобильный телефон. При включении видеорегистратор показывает QR-код, по которому можно скачать приложение. Но по этому QR-коду попадаешь на какой-то китайский сайт, оттуда что-то качается, потом это что-то запрашивает разрешение о сборе данных с мобильного телефона и после получения этого разрешения вот это что-то куда-то исчезает и на телефон ничего не устанавливается. А вот куда ушли собранные данные, неизвестно. Поэтому приложение я качал с Play Market. На Play Market есть два приложения. Mi Dash Cam. Оно не работает. И 70 Mei. Это приложение уже подошло для использования видеорегистратора. Теперь нам нужно подключиться к устройству и можно будет посмотреть на его функционал. После подключения можно в режиме реального времени увидеть, что снимает видеорегистратор. Также видео можно открыть на весь экран. В настройках доступны настройки Wi-Fi, звуковые оповещения при включении видеорегистратора, время отключения дисплея, голосовые оповещения или управления. Чувствительность G-сенсора, в принципе, ничего особенного. P и N это система цветности, PAL и NTSC. Можно выбрать PAL, можно NTSC, но в принципе рекомендуется PAL. Также предусмотрен режим парковки. В этом режиме устройство переходит в режим ожидания и включает запись по G-сенсору. Здесь важно не забывать, что время автономной работы ограничено встроенной аккумуляторной батареей на 500 мА. И для продолжительной работы в режиме парковки нелишним будет запитать видеорегистратор напрямую от бортовой сети. Помимо этого есть раздел системы безопасности дорожного движения ADAS, но эта функция не работает без GPS-модуля. У нас упрощенная версия без GPS, поэтому функцией ADAS пользоваться мы не можем. При входе в галерею видеорегистратор предупреждаю, что остановится видеозапись. В самой галереи файлы разбиты на несколько папок. Есть обычное видео, видео происшествия, то есть видео записанные по специальной команде либо при срабатывании G-сенсора. Видео записанные в режиме парковки и фотоснимки, которые мы здесь тоже делали по специальной команде. Все эти файлы можно просмотреть онлайн или загрузить себе на мобильный телефон, затем уже расшарить в соцсетях или где посчитаете нужным. Скачивание файлов проходит достаточно быстро, несмотря на высокое разрешение. Кстати, о разрешении. У устройства поддерживается достаточно высокое разрешение видео 2592 на 1944. Но соотношение сторон в данном случае будет 4 к 3. В принципе, если выбрать разрешение меньше 2560 на 1440, в детализации и угле обзора вы абсолютно ничего не потеряете. Просто при выборе разрешения 2592 на 1944 картинка увеличивается по высоте. Что касается качества видео, то при максимальном разрешении или даже среднем 2560 на 1440 в дневное время видео на высоте. Угол обзора хороший, цветопередача идеальная и детализация тоже хорошая. Номерные знаки и прочие мелкие детали читаются с расстояния 10, 15, а иногда даже 20 метров. А вот с ночной съемкой, как говорится, немножко не сложилось. Несмотря на то, что здесь используется матрица Sony IMX335, которая поддержит функцию высокого динамического диапазона HDR, которая в том числе призвана для улучшения ночной съемки, оказалось, что для данной прошивки функция HDR не активна. Действительно, я посмотрел на YouTube другие обзоры таких видеорегистраторов и там приличное качество ночной съемки. Возможно, это связано с прошивкой. Можно подумать, что функция HDR не была активизирована, но в меню видеорегистратора как через приложение, так и в самом видеорегистраторе отсутствует возможность ручной активации функции HDR. В сухом остатке мы получаем приличный Wi-Fi 2K видеорегистратор с современной матрицей, современным процессором и великолепной дневной картинкой, а также с существенными проблемами в плане ночной съемки. Решить проблему с ночной съемкой можно просто активацией функции HDR. Для этого всего лишь нужно установить альтернативную версию прошивки. В принципе, этим занимаются все владельцы таких устройств, но рекомендовать ресурс, откуда скачать эту прошивку, я, к сожалению, не могу. Кстати, существуют прошивки, которые русифицируют меню и позволяют активировать функции ADAS без использования GPS-модуля. На этом, как обычно, все. Если видео было полезным и интересным, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok